Здесь не лакшери. И вот он загорелся, сам выход на улицу. Я не знаю, мне кажется, ее со свалки принесли. Мы обнаружили там плесень. Но мне понравилось. Привет, друзья, с вами Ольга Глагольева и вы на канале Чемоданное настроение. Наше октябрьское путешествие через Беларусь, Украину, Венгрию, Хорватию, Польшу придало нам уверенности в собственных силах. На Новый год мы снова отправляемся в Европу. Но на этот раз совсем по другому маршруту. У нас все так же шенгинская виза Ц, 10 дней рождественских каникул, сертификаты о вакцинации в ассортименте и немножко авантюризма. А он нам понадобится, потому что езжать мы собираемся через Литву. Вроде как при наличии европейского сертификата это возможно, но это не точно. И у нас не забронировано жилье от слова совсем. То есть шансы встретить Новый год в машине достаточно велики. Ну что, поехали с нами. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и под чемоданем. Сейчас я покажу вам домик, который мы сняли на 4 дня в 20 километрах от Праги. Находится он в поселке Мехиницы. И здесь, в принципе, довольно удобно добираться. Можно и на автобусе, и на железнодорожном транспорте. На автобусе удобнее, так как ходит он чаще. Вот в таком живописном месте находится наш домик. Это в 20 километрах от Праги. Находится по течению Волтал. Вон там внизу река. Слушайте, все зеленое. Просто удивительно. Деревья зеленые, ребята, в январе. Ну и вот так домик выглядит. С внешней стороны довольно симпатично, как мне кажется. Конечно, на фото, когда мы бронировали на Airbnb, он как-то казался более ухоженным, что ли, более цивильным. Но за 4 дня, что мы здесь находимся, в принципе, мне понравилось. Здесь небольшой коридорчик. Он холодный. В принципе, это не коттедж в своем традиционном понимании. Это действительно такой, как дачный домик. Если вы хотите пожить на даче, то, в принципе, это прекрасный выбор. Стоит он за сутки 4,5 тысячи рублей. Ровно сбронировали мы его на Airbnb. В таком небольшом домике большая шикарная ванная со стиралкой. И это большой плюс. А где же туалет? Возникает вопрос. Ванную вы увидели. А туалет? Туалет в неотапливаемом коридоре. То есть он отдельный. Я думаю, что если здесь 0 или минусовая температура, возможно, такое бывает, то прям... Ну и сейчас мне очень комфортно здесь находиться. Большая кухня с диваном. Указано, что здесь 6 человек могут разместиться. Но мне кажется, что в шестером будет тесновато, но на семью нормально. Здесь не лакшери, но есть все необходимое. Сковородка вот такого вида. Ее нужно тщательно мыть. Но самое-то главное, посмотрите, это выход на улицу. Летом, мне кажется, здесь вообще супер просто. Есть в этом домике нюансы. Здесь не очень чисто, скажем так. То есть, ну, как на даче, на самом деле. То есть просто нужно к этому привыкнуть. Декор мы привезли свой. Вот на окошках гирлянды. Гирлянда – это наша. Здесь никакого декора не было. Вот посмотрите, обратите внимание. Дизайнерская история. Причем она не работает. Вот еще одна дизайнерская. Освещений тут маловато. Еще одна дизайнерская тоже штуковина, которая так достаточно странная. Я не знаю, мне кажется, ее со свалки принесли. Вот. Диван смотрится прилично, но это так кажется. Он такой прям достаточно потертый. Но когда, вот посмотрите, три окна здесь. То есть, когда свет, когда дневное время, то света здесь достаточно много. Друзья, она сейчас главный элемент декора нашего прекрасного жилища. Это вот эта замечательная экибана с живыми растениями. И я не знаю, она с лета стоит или нет. Мы обнаружили там плесень, но это вполне возможно, что кто-то Рождество здесь отмечал. Но это же замечательно вообще. А спальные места на втором этаже. Здесь две комнаты. Так, я вам одну из них покажу. Вот люди не стали заморачиваться, но я говорю, дачный вариант. Вот на такой деревянной штуке, скажем так, на постаменте лежит просто матрас. И, в принципе, вы можете здесь спать. Тоже здесь стоит обогреватель, если вдруг будет холодно. Это места для хранения. И, в общем-то, все. Еще нам очень понравилась вот эта штука. Это называется камин. Но если вы думаете, что это камин, который топится дровами, нифига подобного. Значит, он автоматически туда засыпается, типа кошачьего для туалета. Такие деревянные штуки. Я покажу вам. И он топится автоматически. Обогрев в этом доме происходит именно из этого камина. Производство Германии показывает 21 градус. Здесь он натопил нам, сделал тепло. Из отопления также есть два вот этих обогревателя. Вот один такой, там вот еще один. Но мы ими не пользовались. Ну и сейчас процесс, процесс разжигания вот этого чуда техники, вот этого эко, так называемого эко-камина. Вот такие фигни в него засыпаются. Называются они пилеты. Вот. Вот здесь, вот сюда открывается вот это. Там вот уже немножко есть, но пока не засыпано в него, он не работает. Но его, в принципе, можно и выключить. Включать и ждать. Ну вот стартовый зон один, когда будет 12-й, а потом он должен будет идти и вспыхать. То есть, о, и все. И все, вы ничего больше не делаете. Сейчас ничего не происходит. Но буквально 5 минут, наверное, или 10, и там вспыхнет камин. И тепло вот отсюда попадает. То есть, сразу нагревается достаточно быстро. Вот сейчас зона 2. Запах такой нерезкий, но очень приятный, природный. И, по сути, я так понимаю, что не остается особо вот от этого материала, отходов никаких. И вот он загорелся сам, понимаете, огонь сам, не надо ничего делать. Потом он постепенно разгорится, он будет сильнее. И где-то в течение получаса произойдет нагрев помещения. Но, по сути, мне кажется, все, что нужно человеку для такого комфортного, сельского, спокойного проживания здесь есть. И в целом я могу рекомендовать это жилье. Ссылочку я оставлю внизу, в описании. И хозяйку зовут Лючи, они достаточно доброжелательны. Мы ее не видели, оплачивали мы все онлайн. Но на WhatsApp она отвечает тоже на любые вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok